Я вам сейчас прочту одно стихотворение Валерия Брюсова, написанное, конечно, с целью эксперимента, но очень люблю эксперименты. Брюсов стихи изучал, вы помните. Вот такое стихотворение. Я пока не буду даже просить определить размер. Ждите последней строчки. Ветви темным балдахином свешивающиеся, Шумы речки с дальней песней смешивающиеся, Звезды в ясном небе слабо вздрагивающие, Штамбы рос, свои цветы протягивающие, Запах трав, что в сердце тайно вкрадывается, Тени сеть, что странным знаком складывается, Столк луны джевая дымка газовая, Рядом шепот, что поет, досказывая, Клятвы в нем глубоко задаемые, Еще, еще, глаза влюбленные, Блеск зрачков при лунном свете белом, Ал, дрожь ресниц в движении не смел, Аллость губ не отскользнувших прочь, Милых, близких, жданных, это ночь. Это хорея, отлично. Так. Сколько стоп? Совсем не больно. Что мы услышали? То есть слайфа потихонечку становятся короче. Эй, нет. Я напишу первую строчку и последую. Я надеюсь, что вы следили немного за задержанием. Да, ответ. Ну, описание началось следать. Правда? Блели-брюсов. Первая строчка. Ветви. Зеленым балдахином свешивающиеся. Это, кстати, как? Представили себе картинку? Да? По значению. Это как ветви, но вот так, вот пятьдесят. Ветви, пятьдесят, да, действительно, вот так. Как балдахин. Представили себе что это? Да, что листок. Представили. Мы накоточим, накоточим, накоточим. Милых, близких, жданных. Это ночи. Давайте пойдем от конца к началу. Вот эту строчку. Вот, госпожа. Раз, два, три. Хорей. Милых, близких, жданных. Это ночи. Стоп. А, пять, стоп. Пять, конечно. Лет. Хорей нет. Раз, два, три. Хорей нет. Да, хихина. Хватит. Мне больше не надо считать. Раз, два, три, три. Фантастик в том, что это тоже третестовный алей. А, там дальше не будет алей. Да, алей, да, алей. Да, алей. Да, алей. Да, алей. Да, алей. Да, это будет накрывать, потому что после последнего алей. что после последнего ударения нас, в общем, для определения размера, не интересует. А там есть ульяны фареи просто. Есть, но это было бы хорошо. А, здесь есть вариант фареи. Поэтому 5. Да, конечно, поэтому 5. И здесь 5. И в каждой строчке, если вы внимательно посмотрите, есть те, кому интересно, посмотрите, тоже 5. Просто что делает Брюс? Он делает совершенно фантастическую вещь. Он пытается найти самую длинную ритму, скажем так. Сколько слогов может идти после последнего ударения? В русском языке. И он находит их сколько? Шесть. Шесть. Это фантастика. Шесть. Шесть. И он рифмует. Ну, конечно, рифма, строго говоря, скрипно. Свешивающиеся, смешивающиеся. Дальше идут вздрагивающие, протягивающие. Ему приходится помогать, конечно, причастие. Самую, пожалуй, длинную часть речи в русском языке. Да? Да. Он поставил себе задачу здесь, чтобы было шесть словов после. Дальше пять в следующей паре. Дальше четыре. Дальше три. Дальше. Дальше. Конечно, да. Да? В конце. И тем не менее, это все равно тот же самый пятистерий. Просто плюс играет, надо сказать, на том, что после последнего ударения идет к плаузула. Она может быть мужской, женской, дактилической, гипердактилической, гипергипердактилической, гипергипер и так далее. Итак, себе запись окончания, мужское, женское, дактилическое. Написать на доске? Да, это да. Слово дактилическое. Мужское, женское, дактилическое окончание. Все, что сверх, будет все тоже с приставкой гипера. И понятно, что все, что сверх, это уже редкость. А между собой удаление? Помните, мы... Что удаление, если будет, то все, это мужское окончание? Нет. Гипермужское. Как будет? Ну, нет, если удаление в конце... Речь это там о кончании. Ну? О кончании стратегии. Как ты понимаешь, все лоботоники не может быть. Вот так. Или это случайный ударение. Или это тогда вариант чего-нибудь. Да? Термены мужские и женские. Термены старые, термены еще в французской поэтике. Мужские, прекрасно. Понимал? Ну, женские и мужские слоги. Да? Но в стихах все не как у людей. Да? Мужское ритмуется, естественно, с мужским. Не как у людей, да? Мужское, женское, 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 дектилическое, дектилическое. Мне кажется, что это вам тоже не грех записать, потому что это нам понадобится. Какие окончания в стихе возможны. Кого-то из вас, возможно, сбило стол. Но, честно говоря, в том, что я вам предлагал, только один был пример с дектилическими окончаниями. Он у вас записан. Найдите его, пожалуйста. Сейчас. Только что он будет записан. Как раз долго. Да? По вечерам, по ресторанам, умными, горячий, дектилическое, 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 дектилическое. Всеглавное, как у кумбов, в Тайгарье Бурст. В Тайгарье Бурст.